Привет, Apple выпускает macOS Sonoma 14.2 и в этом небольшом видео давайте посмотрим, что в ней нового. Размер этого обновления 2.68 гигабайта, это на моем MacBook Pro на M1 Pro. У вас может быть как больше, так и меньше, все зависит с какой версии вы переходите и на какое устройство вы устанавливаете. Номер сборки этой версии 23C64. Если у вас такой номер сборки, то вы можете быть уверены, что это самая последняя актуальная версия macOS. Ну а теперь давайте говорить, что же нового в этой версии macOS и начать я хочу с обоев. Как и в прошлой версии, нам добавили несколько новых обоев, а точнее с новых iMac, вот этих вот красивых на M3. Также добавили новую обоину, которая идет вместе с MacBook Pro на чипах M3. В новой версии macOS в приложении музыка у нас также появился новый плейлист, который называется «Любимые песни». Он точно так же работает, как и на iPhone под управлением iOS 17.2 и iPadOS 17.2. Собственно, этот плейлист собирает автоматически все те песни, которые у вас помечены звездочкой. Я понимаю, что эта функция не такая уж и крутая, она есть давно на Spotify и на Яндекс.Музыке, но тем не менее, теперь у нас есть с вами такая возможность собирать все свои любимые треки в один плейлист автоматически. Если мы перейдем с вами в настройки, в основные, у нас есть новый пункт, который называется «Использовать историю прослушивания». Если мы выключим эту галочку, то те песни, которые последние играли на этом Mac, не будут учитываться в подборе наших рекомендаций. Очень интересная настройка. Я бы ее хотел на самом деле не только на Mac, но еще и на iPhone и на HomePod. Так как есть очень крутая штука, которая называется «Мой год», это те песни, которые я слушал в течение года достаточно часто. И вот, например, если мы возьмем плейлист от 2023 года, здесь, помимо тех песен, которые мне действительно нравились, еще появились те песни, которые я запускал, когда хотел просто спокойную музыку послушать. То есть, Chill Out Mix есть такой классный плейлист в Apple Music. Но песни из этого плейлиста также сюда попали, а я бы не хотел, чтобы они здесь были. К сожалению, никак их отсюда удалить нельзя, так что в следующий раз, когда я захочу послушать те песни, которые мне нравились в 2023 году, я бы, ну, вынужден слушать и эти Chill Out песни. В общем, это не очень прикольно. Хотелось бы, чтобы как-то можно было отсюда их тоже удалить. Если мы зайдем с вами в настройки, пункт управления, промотаем чуть-чуть вниз, то у нас появился новый пункт, который называется «Распознавание музыки». Естественно, все это интегрировано с Shazam. Нажав на эту галочку, мы можем добавить наш Shazam-значок в строку меню, ну и также в меню пункта управления. Вот он вот здесь такой красивый. И в следующий раз, когда у нас будет играть какая-то музыка на нашем Mac, нажмем на иконку «Распознавание музыки» и Shazam магическим образом нам скажет, что это за песня. После чего мы можем добавить ее в Apple Music и потом уже спокойненько наслаждаться ей. В Mac OS 14.2, точно так же, как и в iOS 17.2, были добавлены новые виджеты погода. Называются они детали «Прогноз на день» и «Восход-закат». На мой взгляд, самый прикольный и информативный – это как раз-таки «Прогноз на день». Но детали тоже, в принципе, неплохо. Можно сделать вот такие вот два виджета. Например, слева у вас будет на 4 дня погода, а справа более конкретная информация. Ну и также можно сделать «Восход» и «Закат». В принципе, вот эти два виджета могут заменить вот этот вот один большой. Ну и также был добавлен новый виджет часов, точно такой же, как и на iPhone, и на iPad. По мне, он очень прикольно смотрится, и я его прямо сейчас себе сюда установлю и буду наслаждаться вот таким вот большим видом, нежели чем смотреть каждый раз в правый верхний угол. В этом обновлении также появился новый пункт, который называется «Проверка ключа контакта». Это, собственно, все то же самое, что и на iOS 17.2. «Проверка ключа контакта» — это опция, которая позволяет нам вручную проверить, с кем мы общаемся, сравнивая коды проверки контактов лично или по телефону. Чтобы мы с вами могли пользоваться этой настройкой, вам нужно обязательно обновить все свои гаджеты на последнюю доступную версию. В производительности системы, то, на мой взгляд, она ничем не отличается от предыдущей версии macOS. Около суток я использую эту версию и не заметил вообще никаких проблем. Все работает точно так же быстро-шустро, все вкладки, все программы, такие как Final Cut, Logic Pro, Telegram, Affinity Photo, Apple Music, почта, Chrome, Safari, в общем, все те приложения, которыми я пользуюсь на Mac, никаких подвисаний и проблем с ними за тот период, что я использую эту версию, я не заметил. То же самое касается и работы от аккумулятора MacBook Pro на M1 Pro, напомню, у меня, и емкость аккумулятора на сегодняшний момент у меня составляет 97%. И, в принципе, я также не заметил никаких просадок по времени работы от аккумулятора. Все держит примерно так же, как и на прошлой версии macOS. Если у вас Mac на CPM, то, конечно же, я могу вам смело рекомендовать это обновление к установке. Опять же, я не нашел никаких проблем, никаких косяков, все работает достаточно стабильно. Что касается Mac'ов на Intel, здесь у меня однозначного ответа нет, не знаю, имеет ли смысл устанавливать или нет. Если у вас стоит macOS Sonoma любой версии и вас это устраивает, в принципе, можете обновиться. Если у вас установлена какая-то старая версия, то, наверное, лучше ничего не трогать, либо посмотрите, поищите на каких-нибудь форумах, либо почитайте комментарии под каким-нибудь видео, как работает macOS Sonoma на Mac'ах с Intel процессорами. Ну и на канал обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео, я буду прощаться, дальше больше, всем здоровья и пока.